Продолжается работа области техники безопасности и 21 января был проведен обучающий семинар для служб заказчиков, курирующих реализацию программных объектов с участием рабочей группы по охране труда. Я напоминаю заказчикам, руководителям строительных организаций, муниципальным образованием, что согласно Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в строительных организациях. Это предусмотрено кодексом. Не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции должно быть направлено на эти меры. Муниципальное образование осуществляет мониторинг за выделением средств и сводная информация представлена на слайде. Особенно прошу внимательно отнестись к набережной Челны и город Казань. Плановые и фактические затраты на охрану труда в строительных организациях явно занижены. Прошу исполнителей комитета Менделеевского и Мензелинского района представить отчеты. Время предоставления отчетов просрочено. В строительных организациях восьми муниципальных районов на охрану труда выделено средств меньше, чем запланировано. Прошу коллеги внимательно посмотреть и контрольно-надзорные органы. Прошу продолжить проверки на строящихся объектах строительства и капитального ремонта. Продолжается работа по долевому строительству. По итогам 2015 года четыре проблемных дома были введены и 661 дольщик получили квартиру. Продолжаемся обслуживать. Продолжение следует...